Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале «Голос силиконовой долины» с вами Светлана Портнова и мы продолжим разговор на тему, связанную с лестницей, которая идет вниз и можно ли по ней идти или бежать вверх. Мы получили много откликов на эту тему. Буквально за три дня количество просмотров превысило 3000 и мы видим очень положительную реакцию людей на эту тему, несмотря на то, что затронутые аспекты были в таком очень общем плане, философском плане, вообще лестница, можно ли по ней идти вниз или по ней идти вверх, когда все идут вниз. Но среди общих откликов и среди комментариев прозвучало несколько, где люди говорят, ну а как конкретно это все делать, как идти по лестнице вверх, когда вокруг эта лестница движется вниз и это заметно с каждым днем. Мне на этот вопрос ответить очень сложно, потому что, несмотря на то, что я всю жизнь чувствовала, что я иду, как сказать, на перерез толпе, там пойдет в одну сторону, я иду в другую и чувствовала себя таким не совсем комфортно идти бок о бок с другими людьми, всегда искала какие-то другие пути. Тем не менее, я делала это все на интуитивном уровне. И я даже не могу сказать, шла ли моя лестница наверх, наверно шла, во всяком случае я стремилась, но в то же время мне очень трудно сказать, а как я это делала. Ну вот как-то так делала. И поэтому обобщить и сказать другие, вот делать так, как я, я не могу, потому что у меня нет конкретных принципов и конкретных вещей, на которые можно было бы опереться. Поэтому у меня сегодня для вас есть сюрприз. И сегодня нам поможет разобраться в этой теме Михаил Бородянский, врач, психотерапевт из Санкт-Петербурга и бизнес-консультант, который уже неоднократно появлялся на нашем канале. И мы попробуем с ним вместе разобраться в нюансах этого вопроса и понять, а что же собственно следует делать и как двигаться по лестнице вверх в то время, когда она ведет вниз. А сейчас у нас прямое включение. Здравствуйте, Михаил. Мы в эфире. Здравствуйте, Светлана. Отлично. Как дела? Как настроение? Прекрасное настроение. Вот месяц уже прошел, как я вернулся из Америки. Много разных интересных открытий, новые какие-то движения, поэтому все отлично. Как у вас? У нас завтра будет шторм наконец-то. Дождь будет и это хорошо. Рождественский шторм. Отлично. Ну хорошо. Значит, о чем мы хотим сегодня поговорить? Мы получили много откликов на наш видеосюжет о лестнице, которая идет то ли вверх, то ли вниз. И получили некоторое количество вопросов, где люди спрашивают, а что собственно нужно делать? И вообще сначала давайте скажем так, а вообще возможно ли сознательное управление своим движением вверх, когда лестница идет все-таки вниз? Вообще возможно, но бывает очень сложно. То есть я не скажу, что каждому легко это направление изменить и выправить, но это всегда возможно. И если научиться это делать, то можно за относительно короткое время что-то в жизни своей поменять практически всегда, даже в очень и очень тяжелых условиях. Но все-таки есть какие-то ограничения, то есть не каждому это дано или... То есть люди как-то обнадежат, наверное. То есть не каждому дано. Видите, разные ситуации. Например, у меня есть клиенты, которые с Донбасса, где сейчас идет война, и они спрашивают, а как вот с нашей ситуацией? Мы же войну не остановим. Я же так говорю, что войну не остановится. Действительно так. Но свою жизнь вы можете настроить так, чтобы она проходила наиболее каким-то... Не то, что успешным образом, да, когда идет рядом война, сложно говорить про успех, но как-то наиболее благоприятно, наименее травматично, но чтобы из возможных вариантов, чтобы у вас был какой-то вот оптимальный лучший. Поэтому все можно сдвинуть. Иногда сильно, иногда быстро, иногда медленнее и не так сильно. Но не бывает ситуации, которую мы сами не можем повернуть в ту сторону, куда мы хотим. Хотя бы чуть-чуть. Угу. Ну, это уже обнадеживает, вообще-то. Меня – да. Да. Ну, я думаю, что любого. Ну, хорошо. А вот, вы знаете, что мы получали и раньше, это, может быть, не очень относится к этому вопросу, получали письма, когда люди говорят так. Ну, хорошо, вот мы сами такие активные, мы подвижные, мы двигаемся вперед, и все замечательно. Но наша семья, она ближайшее окружение, там, родители, бабушки, дедушки, тетя, дядя, они говорят, куда вы лезете, посмотрите, куда... Ну, в общем, вам это не нужно. И они вот такой негатив селят, и людям очень тяжело. Мало того, что они сами двигаются куда-то, они еще нужно проделивать чужое сопротивление. И мы, в принципе, отвечали на эту ситуацию, вы думаете, интересно, что вы скажете. Я вот что-то не помню ваш ответ на эту ситуацию, надо мне пересмотреть. А это не в этом видео было, это... А, в другом видео, я посмотрю. Видите, здесь бывают такие две крайности обычно. Или человек, он, ну, вот, увязает, погрязает в этом, да, в затягивающей этой атмосфере, которая близкие, родственники, и перестает двигаться куда-то, то есть он остается с ними на месте. Или он отрывается настолько, вообще отрывается от этой среды, он куда-то выпрыгнул, куда-то улетел, но есть некий разрыв с этими корнями. И то, и то плохо в обе крайности, да, и то, и то, ну, для человека не есть оптимальный вариант. Первый вариант – это отсутствие движения вперед. Второй вариант – это может быть очень травматично. И даже люди, которые вот так вот оторвались, они какого-то успеха добились, потом на каком-то этапе жизни им не хватит этой связи с корнями, и им очень сложно будет эту ситуацию разруливать. И это тоже проблема, кстати, эмиграции, да, люди, которые сделали усилие над собой, и сделали какой-то большой важный шаг, и пришлось им какие-то связи разорвать, они рано или поздно упрутся в барьеры, обязательно. Они могут с этими барьерами справиться или не справиться, но в барьеры упрутся. Поэтому вот непростой, но самый правильный вариант – это делать шаги вперед, не разрывая этих связей. И это может быть, ну да, целая наука, как это делать. Но это можно. И я это делал и как-то делаю в своей жизни, и я помогаю моим клиентам в этом месте двигаться. То есть мы однозначно решаем, что мы двигаемся вперед. Мы по этой лестнице поднимаемся все-таки вверх, куда бы она ни шла – вверх или вниз. И при этом мы строим так отношения с близкими, чтобы они не разрушались. Но вот я с вами, я есть часть семьи, скажем так, если мы говорим про семью. При этом у меня есть свой путь, и я его реализую. Это непросто. То есть это не раз-два вот щелкнуло – это получилось. Но это можно делать. Ну, вы знаете, мы-то по-другому отвечали. Мы отвечали так, что если кто-то мешает, ну выключи из круга своего общения и все. И как бы тебе сразу станет легче, вот этот негатив на тебя перестает давить. Это тактически работает. В ситуации сегодняшней вам станет легче, и может быть у вас сегодня даже будет какая-то подвижка. Но стратегически это работает в минус. Ну хорошо, но тогда получается, что если человек сам не знает, как выстроить вот эти отношения с родственниками, а сегодня они являются якорем и помешают движению вперед, что же тогда опять делать? Если человек не знает, мы можем с вами как-нибудь об этом рассказать. Взять, собраться на отдельные 15 минут и наработать некие направления мыслей, действий, разговора и так далее, чтобы… Как поступать с родственниками. Не то, что как поступать, как здесь правильно сориентировать себя. Я сейчас не готов так сходу эти вещи набросать, надо подумать, но это можно сделать. Ну, во всяком случае, это очень интересно, потому что это немножко не так, как мы отвечаем, да? Ну хорошо, хорошо, а вот еще такой вопрос. Люди обычно, когда идут против течения, да, их вот эта толпа, она тоже обливает негативом, и они становятся такой белой вороной, и с этой толпой тоже нужна какая-то стратегия поведения, да? Да, да, но совсем другая, вот давайте здесь четко отличать. Есть наша семья, есть там, не знаю, корни наши, с которыми мы связаны, это может касаться… Это не только семья, это место, где мы живем, и у всех по-разному происходит этот процесс покидания места, где человек вырос и родился, например, но эти связи есть, и с ними тоже нужно очень правильно обходиться, когда мы куда-то выезжаем, когда мы меняем там место жительства, если мы с этими связями правильно обошлись, это некая конструкция у нас в голове, правильное отношение, да, то нам это дает силу и ресурс. Если мы обошлись неправильно, то нас это потом будет держать и ослаблять. А что касается толпы вообще, то есть люди посторонние, которые, да, ну как, самолет взлетает против ветра, да, и рыба плывет против течения, там какие-то рыбы, может некоторые по течению, которые уже тохлые, да. Вот, это ситуация, в которой важно понимать, что есть ваш слой мира, то есть те события, которые происходят в вашей жизни, и вы можете этим моментом управлять, то есть через свое какое-то правильное к этому отношение, то есть не какое-то определенное правильное отношение, вы можете минимизировать влияние вот того, что вы называете толпа на вашу жизнь. То есть не то, что вы выпадете из этого пространства, но вы будете это чувствовать не меньшим образом. А кто-то из ваших друзей, знакомых, делающих, ну, двигающихся в том же направлении, но не обходящихся так вот с окружением, он будет чувствовать и говорить, слушай, мне так тяжело, на меня давит вот это. Вокруг информация, люди приходят, какие-то рассказывают ужасы, все говорят негативное. Как ты двигаешься вперед? А вы говорите, ну, нормально. Я тоже понимаю, что есть эти факторы, но они на меня стали влиять гораздо меньше. Раньше влияли так же, а сейчас гораздо меньше. То есть это некое правильное отношение тоже. Правильное отношение к жизни, где мы воспринимаем себя. Где я свой слой мира строю сам. Да, в нем присутствуют все те же самые объекты. Страна присутствует, ситуация в стране, в мире, те же самые опасности. Но как они присутствуют в моей жизни, этим я отчасти управляю самостоятельно. Вот какая штука. То есть мы это не стираем, мы это не убираем. Мы не можем жить в иллюзии, что мы живем в какой-то там другой стране, в другом мире, в другое время. Все остается прежним. Но вот уровень присутствия и, скажем так, уровень влияния этого на нас, это в наших руках. Это то, на что мы реально можем сами влиять. У меня нет такого богатого опыта, но только на своем, собственно, на своей шкуре. Мы тоже когда уезжали, то родители говорили, у них был аргумент такой, что соседи скажут. И вот этот аргумент меня совершенно убивал, потому что мне было совершенно все равно, что скажут соседи. Какая разница, Господи, кто там смотрит на соседей? Для них это был момент, для них это был какой-то фактор жизни, да, что скажут их соседи. Поэтому, как бы, некоторые люди просто по определению, просто плевать хотели. Вот если они не плюют, тогда если какой-то механизм, как их себя наста... То есть для них мнение соседей не безразлично. Я что хочу сказать, что есть люди, которые безразличны, а есть люди, которые не безразличны. Так вот тем, которым не безразлично, как им себя перенастроить, чтобы ему стало более безразлично хотя бы. Я бы здесь говорил не про безразличие, а про разделение. Первое – это я решаю, что я все-таки иду своим путем. Это первое. То есть, несмотря ни на что, ни на то, что скажут соседи, ни на то, что скажут другие, я выбираю идти своим путем, ставить свои какие-то новые цели, иногда безумные, и это главное. И когда это решение принято, такое базовое, да, у нас появляется некий вектор движения. Потом мы можем себя спросить так. При том, что я иду своим путем, при том, что у меня есть такой четкий вектор. Что я могу сделать, чтобы вот мои отношения с соседями и вот эти вещи, они были наиболее гармоничными, чтобы меня это меньше влияло, чтобы я как-то с ними мог какие-то вещи проговорить, проговорить у себя в голове, проговорить в общении, да, что-то им сказать. Но это вот как второй этап. Потому что изначально мы думаем так, а могу ли я решиться на что-то? Ой, нет, не могу, потому что есть же соседи, есть родственники, они что скажут, вот не то, не то. И мы не двигаемся вперед, и тогда мы стоим на месте. А если решение двигаться принято, то дальше вы гораздо легче эти вещи решаете. Мне тоже так кажется, да. Это касается родственников в том числе, потому что пока человек думает, что из-за того, что у меня здесь есть вот близкие, я никуда не могу двинуться, ну как тогда, как я оставлю там, ну пожилых родителей, не тех, которые немощные, вообще лежат и им нужен уход, да, родители пожилые. Как я их оставлю? Ой, это невозможно, все, я остаюсь здесь. Другой вариант. Я принимаю решение, значит, мой путь лежит в эту сторону. Я двигаюсь туда. Во что бы то ни стало, это моя жизнь, первое. Второе. Как я могу сделать, чтобы моим родителям было хорошо, ну в той мере, как я там, ребенок готов помочь. И тут появляются варианты. И тут появляются мысли, что вообще я это могу взять с собой, а может им это и не надо, я могу к ним приезжать и как-то общаться. Самые разные варианты. Но они появятся только тогда, когда будет принято основное решение. Вот очень важная этапность. Это вообще наша привычка часто по жизни. Мы когда определяем свои цели, мы сразу думаем о средствах. А смогу ли я? А вот охватит ли мне там ресурсов, образования, знаний, еще чего-то. И наши цели в этом месте тонут и погрязают. И это один из, кстати, практичных инструментов. Когда вы ставите себе цели, когда вы выбираете свой путь, в этот момент нельзя думать о средствах. Иначе вы не поставите себе правильные цели. Когда вы их поставили, тогда уже вторым этапом вы спрашиваете так, а что у меня для этого есть, чего мне там может быть не хватает, что нужно добавить. Но цель у вас уже поставлена. Вот если научиться эти две вещи разделять, а это касается и простых целей в течение одного дня, а это касается и глобальных целей, то это тоже очень хорошее большое движение вперед. Цели они ставятся изнутри, как бы от души. Чего душа моя просит, чего душа хочет. А потом я это стыкую с разумом, с обстоятельствами, с ресурсами, с ситуациями. И тогда я на коне в этой ситуации. А если я думаю сразу о том, так, мои цели зависят от того, какие у меня есть средства. Никаких нет средств. Я живу в необычной стране, я живу в сложном материальном ситуации, у меня этого нет, этого нет. Ну какие уж тут цели, да, сиди и работай, как привык и все. Это тупик. Ну да. Но если кто-то, например, все-таки хочет с чего-то начать. То есть на самом деле у меня сейчас нет такой картинки. Вот, например, традиционно российское, как бы, это даже не ментальность, а времяпрепровождение, да, любимое занятие. Это сидение на кухне и обсуждение каких-то вопросов на уровне перемывания костей. Руководству страны, там, знакомым и так далее. И полная бездеятельность при этом. Ну по-разному. Да. Это вы так не про российское, скорее про советское. Про советское, да, да, да. Но как-то меня это всегда угнетало, потому что разговоры идут, как бы дым весь уходит, пар весь уходит в гудок, да, а действий никакого не происходит. Так все-таки с чего же нужно начинать человеку, который хочет что-то сделать? Вот он еще не знает. Он думает, ну вот я бы вообще уже, мне уже связь-то чертела, я чего-то хочу. А что мне делать-то конкретно? Да. Ну я хочу сказать, отчасти это так, как вы говорите, действительно есть эти вот разговоры. Отчасти нет, люди бывают очень активные, они занимаются какой-то активной деятельностью, им кажется, что они действуя, они болтая, они сдвинут жизнь свою в нужную сторону, ее сдвинут далеко. Не сдвигается. Есть люди, которые всегда принимают решения. Что там бегать-то, да, ну нужно принять решение, болтать не надо, нужно решить. Они решают, решают, что-то такое серьезное обсуждают, принимают какие-то решения, не получается, опять не сдвигаются. Знаете, с чего-то не то. Поэтому с чего начать? Начать с того, что может сказать себе. Пусть я не знаю, как я могу изменить сейчас свою жизнь сегодня, я хочу начинать двигаться. И если я начну куда-то двигаться, начну хоть что-то в этом месте, в этом месте создавать, то завтра мне откроются какие-то варианты. Потому что очень часто нам чего-то хочется, мы не видим вариантов и мы не делаем ни одного шага вперед. И от этого появляется неуверенность в себе, от этого появляется ощущение, что ну вот да, ну а что же я могу, я уже так много силу на все это потратил. Поэтому начать с того, что вы решаете для себя. Я буду двигаться по лестнице вверх, по идущей вверх, по идущей вниз. Я буду двигаться в сторону какой-то своей цели. Получение классной работы, увеличение дохода. Я буду двигаться в сторону переезда в другое место жительства, еще что-то. Просто решение, пока без конкретных действий, вариантов. Должна все-таки цель какая-то, да, прежде чем… Ну да, я говорю, цель-цель какую поставить. То есть цель-цель все-таки должна. Не вообще движение, что вот мне все остачертело, я хочу куда-то двигаться, но не знаю куда. Я очень конкретно хочу двигаться. Как раз идти из дома, это встретить что-то, да, там кого-то бывает. Да. Вот. И как в прошлый раз Михаил, кстати, вот в этом ваше видео сказал, что если появляется ученик, то появляется учитель. Учитель – это не обязательно человек какой-то, да, это может быть какая-то книга, какое-то место, какое-то там движение, открытие. Сама жизнь бывает становится учителем и дает ситуации. Но должен появиться ученик. То есть человек должен сказать себе, я открыт чему-то новому. Я готов что-то новое услышать и как-то по-другому посмотреть на мою жизнь. Даже если тяжело, даже если там вокруг все ушатся, война, кризис, денег нет и хватает еле-еле только на еду, я готов посмотреть на новое. Я сам, когда проживал какие-то кризисы финансовые в своей жизни. Но мне тоже попадались психологи, они тоже говорили, что «а ты посмотри на ситуацию по-другому». И мне хотелось убить его, сказать «какая ситуация по-другому? Мне нет денег детей накормить, я уже все на эту тему обдумал, я уже все на эту тему сделал, что можно». И я так жил какое-то время, мне казалось, что ну все, безысходность абсолютнейшая. А потом я дозрел до чего-то и я подумал «так, все, старым способом ничего не открывается». Я могу еще так просидеть пять лет, работая на износ, делая абсолютно так вот честно. Кто меня упрекнет, что я не делал? Я делал, я старался, я трудился, я был лучшим работником в то время. Но вот так. В какой-то момент я сказал «все, если я не сделаю свой взгляд шире, то я никуда не сдвинусь». Я просто сделал взгляд шире. Я силой руками открыл свои глаза. Я увидел, что ага, а есть какие-то другие движения. И на самом деле, вы уже пару тем сегодня задали, мы можем это продолжить потом в каких-то видео, таких более конкретных, вот под задачи. А что конкретно сделать? Да, человек сказал «я открыл свои глаза, я готов к движению, что делать-то?» Ну вот можем потом эту тему развить, что делать в конкретных ситуациях, когда там вот трудности финансовые, с переездом или еще что-то. Поэтому первое главное – решить для себя. Я готов к изменениям каким-то? Ну, самое главное, вот то, что я как бы эмпирически за свою жизнь пришла, что когда появляется цель какая-то, да, и формулируется запрос на изменение сегодняшней ситуации, то универс нам дает какие-то варианты решения, причем именно так, как мы их запросили. Поэтому, конечно, очень важно понимать, чего ты хочешь. Это, да, это хорошо, если сразу так, да, запрос послал, жизнь тебе… Ну, не сразу, то есть, да. Да, жизнь не сразу. Я думаю, что многие зрители ваши, они скажут, ага, нифига, вот мы тут такие уже запросы отправляли, столько времени в разное всего, а ситуация становится столько хуже или не меняется. Поэтому тут нужна такая тонкая настройка на Вселенную. Тут нужна… вот научиться взаимодействовать с жизнью так, чтобы ваша там мысль, ваше состояние, оно в жизни отражалось, причем отражалось не через годы, а как-то в обозримой перспективе. Это определенная, ну, вот настройка мыслей, настройка своего состояния. Это доступно любому человеку, где бы человек ни заходить. Это доступно, да, в ситуации голода, без денежа, потому что это не требует никаких ресурсов. А вот переходя к ресурсам, кстати… Да. Кстати, вот это вот как? Ресурс – это что? Это финансовый ресурс или это… или это ресурс, я не знаю, жизненные силы, внутренние энергии. О каком ресурсе мы говорим? Финансовый ресурс – тоже ресурс, но он вторичен. Человек, который находится в состоянии, скажем так, денежной гармонии внутри, то есть правильной энергии, он попадает в денежный поток, причем независимо от количества работы, которую он осуществляет. Если бы наш поток зависел от работы, были бы самые богатые люди, у нас, наверное, шахтеры, которые тяжелее всего работают. И как это, да, больше всего в колхозе работала лошадь, но председателем не стала такая старая советская шутка есть. Поэтому денежный ресурс – да, но он приходит в ответ на наше состояние. А базовые ресурсы – это наша, ну скажем так, жизненная энергия, которая через нас течет, и мы можем ею управлять в той или иной степени. Это ресурс нашего рода, нашей семьи, наших корней, и мы по-разному к этому ресурсу подключены, больше или меньше. Вот такие вот основные ресурсы. Но даже когда у вас эти ресурсы близки к нулю, когда вы чувствуете, что вообще обесточены и нет сил, и нет какого-то особого здоровья, чтобы сейчас глотальные вещи делать. Пока вы в сознании, вы можете начать эту ситуацию двигать. Вы можете потихонечку, понемножку подключаться к ресурсам. Я, кстати, стал выкладывать в интернете материалы моей книги на эту тему, называется «Управление будущим». Да. Это такая книга «Самоучитель». То есть идея ее в том, чтобы человек взял ее, прочитал, сам сделал некие вещи и вот двинулся вперед. То есть, да, без учителя. Ну, может так. Просто так все. Да, масштабная идея. То есть такая, да. «Самоучитель по управлению будущим» называется. Абсолютно инструментальный. То есть, раз, два, три, четыре, пять сделает. Вот. Я его хочу выпустить в шестнадцатом году. Но вот пока кусочки какие-то, я его стал выкладывать в интернете у себя, на сайте. И, ну, интересные отклики. Интересно, что люди уже во что-то включаются. Там пока еще пол инструмента, но уже что-то происходит, какие-то изменения. И вот для меня всегда очень интересны всегда задачи двигать человека из очень тяжелой ситуации. Потому что я сам эти вещи наработал, когда я был в очень тяжелой ситуации. И это касалось и финансов, и здоровья, и так далее. И было у меня в жизни, когда мне говорили, что вам там осталось жить вот совсем чуть-чуть. И тогда приходили мысли, да, а вот что я могу сделать. И поэтому я люблю сложные ситуации. И этот учебник, он построен так, чтобы человек мог вот из самой-самой задницы, из него хватило там 300 рублей купить книгу, там, когда она выйдет, да, он ее взял и что-то начал делать. Ну, я вас могу поймать на слове, потому что, например, месяца два или три тому назад мы получили письмо на десяти листах. Не просто так, да. Значит, письмо на десяти листах, где человек описывает свою ситуацию. Ну, и типа там идет, что вот уже хуже некуда вообще. И тут и дом сгорел, и корова сдохла, и родители болеют, и, ну, просто без выхода из ситуации. Ну, и, ну, как бы письмо получил. Причем он написал так, что он письмо переписывал три раза, для того, чтобы нас сильно не обременяли. Но оно становилось с каждым разом все хуже и хуже. Нет, нет, нет. Он начал с двадцати там страниц, а закончил там на девяти. То есть как вот… Лайт вариант. Да, да, да. Поэтому я вас могу поймать на слове, если вы хотите все эти девять страниц почитать, я могу вам переслать это. Не хочу. Потому что я вам посоветовала вот почитать, да, познакомиться с теми видео, которые у вас там висят, но это было уже там сколько-то месяцев назад. Познакомиться хотя бы с чем-то, да, для того, чтобы попытаться что-то разрулить, потому что действительно в той ситуации, в которой находится, ну, как бы вообще безвыходная. Ну, просто вешаешься и все. Можно познакомиться с видео, и хорошее это видео, я их сам люблю, и там есть даже какие-то ключики. Но вот то, что я начал выкладывать в открытый доступ, потому что, кстати, мы тоже могли бы пообсуждать, если будет интерес, да, какой-то у наших зрителей. Вот эти вот инструменты начальные, как двигаться с какой-то точки вперед, и с чего начинать. Когда ресурсов нету, лишнего времени нету. Вот вот дети плачут, не то чтобы они голодные, но они почти голодные. И человек в депрессии. Да, эссии новых никаких нету, все. Видите, когда человек в депрессии, он смотрит вниз. Когда смотришь вниз и не готов открыть глаза, ничего не увидишь. Я не работаю с мотивацией. Вот, кстати, интересная штука такая. Каждый человек говорит, я вообще ничего не хочу. Я говорю, ну, давай встретимся через год. Ну, приходит, говорит, я опять ничего не хочу. Можем еще встречаться. Я не люблю доставать людей из вот я ничего не хочу. Когда человек говорит, у меня уже такая задница, что у меня уже это не хочу преобразовалось. Я говорю, я хоть чего-то уже хочу. О, давай, тогда мы будем двигаться. Если у вас очень тяжелая ситуация, ну, не у вас там, у кого-то, да, но у вас есть хоть маленькое желание сдвинуться, вы готовы чуть-чуть посмотреть наверх, давайте включаться, давайте обсуждать, давайте вот, да. Да, мне тоже интересно, я же эту книгу сейчас пишу, по ходу, делаю. Да. Мне интересна обратная связь, и как у людей получается эти инструменты использовать. Поэтому такая отличная идея, когда пишется книга, она пишется уже с, ну, будущими читателями, что ли, да, поэтому она жизненная получается, она про ситуации, которые людей волнует. Ну, давай, да, мы можем обратиться к аудитории, да, и сказать, что, ну, потрудитесь, ребят, прочесть там… Да, да, давайте напишем вместе эту книгу в ближайшие несколько месяцев. Да, во всяком случае, скажем так, что нас смотрит много людей, да, вот это видео наше посмотрело больше трех тысяч человек, но мы, скажем так, что, допустим, мы не рассчитываем, что там все три тысячи человек сейчас скажут, все, мы готовы вносить изменения в свою жизнь, но те, которые готовы, да, вот мы им предлагаем руку помощи. Да, мы протягиваем руку помощи, да, и берем на себя некоторые обязательства, что мы вот как-то будем рулить этим процессом издалека. Ну, мы будем сами развиваться как-то и предлагаем вам послушать и посмотреть, как развиваемся мы, да, дать какую-то обратную связь, а мы ее включим в дальнейший процесс. Потому что, бывает, я получаю какой-то отклик, и человек пишет задачу, я думаю, ой, а я ж вот это не решал никогда, и мне интересно, и я ее могу как-то описать, решить и написать тоже там какую-то часть книги, и она поможет другим людям. Поэтому, да, это очень интерактивный процесс. Вот я свою первую книгу я писал просто по опыту, а вот книгу по управлению будущим интересно написать вот сразу с читателями, книга, которая пишет с читателями. Ну да, да. То есть мы просим наших зрителей просто в комментариях оставлять свои комментарии и замечать… А только не девятистраничные, потому что я не читаю девять страниц, правда, да, я читаю короткие, читаю всегда. Да, да, да. Ну, послушайте, у нас появилось как бы некоторое, скажем так, вектор, да? Да, да. У нас появился некоторый вектор, и теперь нам, конечно, нужна помощь зала, да, чтобы вот те, у кого кликнуло что-то сегодня, да, чтобы они откликнулись. У кого кликнуло, чтобы они откликнулись. И написали какие-то вопросы, и мы будем тогда… Да, я хотела еще вот что сказать, что, если вы не возражаете, мы можем как бы сделать серию каких-то таких вот совместных передач или, я даже не знаю, интервью каких-то, да, основываясь на тех вопросах, которые… вопросы, которые нам зрители могут прислать. Да, да, давайте. И это может быть даже такой… Раз в неделю у нас выходит ролик на тему вот изменения ситуации и управления будущим. Да, вполне. Ну, это круто, это круто, это круто. А что, круто? Раз в две недели? Нет, нормально, раз в неделю. Ну, хорошо. Значит, тогда мы… Ну, у нас на носу Новый год, да? Нам нужно всех поздравить с наступающим праздником, потому что я не думаю, что мы до Нового года еще сумеем встретиться. У нас тут неделю. До Нового года не выйдем. Да, надо немножко. Вот, поэтому я хочу всех поздравить с Новым годом и пожелать, чтобы Новый год начался с разумного и управляемого движения вверх по лестнице, куда бы она там ни шла. Да, я тоже хочу всех поздравить с наступающим, и я хочу, чтобы в Новом году ситуация ваша, какая бы она ни была, сложная, тяжелая, хорошая, чтобы вы могли менять нужную сторону, я хочу вам для этого сейчас дать один инструмент. Угу. Вы можете его применять в личных отношениях, в отношениях с родителями, в плане ситуации, которая есть в вашей жизни, в отношении каких-то ресурсов, потоков финансовых и прочих других, в отношении здоровья, да, чего угодно, того, что для вас важно. Это просто три слова. Три очень важных слова, которые можно произносить внутри себя, а можно произносить слух, говоря это кому-то из своих близких, например. А оно работает так и так. Первое слово – это слово «да». Мы очень часто, когда подходим к жизни, к каким-то ситуациям, к чему-то новому, к сложным отношениям, к конфликтам, к проблемам, у нас внутреннее слово – это слово «нет». И мы выстраиваем барьеры, нам не решить эту задачу. Поэтому независимо от того, нравится или не нравится, раз это присутствует в нашей жизни, просто очень глубоко изнутри себя скажите слово «да». Второе слово – это слово «спасибо». Иногда оно очень понятно и кстати, иногда не понимаешь, как вообще можно этому сказать спасибо тому, что происходит. Но спасибо не тем бедам, которые случаются в вашей жизни, ни той неудачи, ни той сложной ситуации. Спасибо тому, что вы в этом присутствуете и что вы можете на это смотреть и из этого двигаться куда-то дальше. А иногда это слово просто очень хорошо идет, когда это относится к родителям, к детям, к близким и так далее, к своему телу, к жизни, к тому, что наступает завтра новый день и я надеюсь, что вы в нем будете тоже. Это слово «спасибо». И третье слово – это слово «пожалуйста». Классно. Оно тоже хорошо работает. Я сейчас не буду объяснять, в чем его смысл. Пусть каждый найдет его для себя. Но оно отличное завершение и это то, что помогает нам быть в контакте с жизнью, в контакте с людьми, в контакте с собой, в контакте с нашим будущим. Слова «пожалуйста». Ну, очень хорошо. Вы знаете, просто оно все идет вот так, как должно. Хорошие очень слова. Потому что, на самом деле, действительно, никто не… Ну, я не скажу, никто нет, конечно, это не так, но люди забывают их произносить. Один раз мы получили письмо, когда мой Михаил говорит, что надо там благодарить, а он получил письмо, говорит, а я что-то не могу представить вообще, кого мы благодарить в этой жизни. То есть человек вот вырос, большой стал, и вот у него нет благодарности вообще никому. – Ну, это непростая тема, да. – Непростая тема. – Я здесь понимаю, что бывает по-разному. – Да. – В общем, с наступающим всем. – Да. – С Новым годом, с праздником. – Пожалуйста. – Да. – И до встречного года. Ждем откликов и запустим. И давайте сразу после каникул запустим вот такую серию передач, видео про управление ситуацией, управление будущим. – Отлично. Да. Начнем ждать. Хорошо. Спасибо большое. – Пожалуйста. – Всего доброго. До свидания. – До свидания. – Субтитры сделал DimaTorzok – Субтитры сделал DimaTorzok